Музыка Идем на канатку. Взрослый билет стоит 400, детский стоит 200. Детям до 5 лет бесплатно. А здесь вот такие вот у нас кабинки едут. Всего лишь максимум вмещают по 2 человека. Расстояние в одну сторону всего 600 метров, 12 минут. 12 минут. Забирайся. Билеты пока не нужны, да? Тихо, тихо, тихо. Вот это система. Садись, Вань. Вот так вот, смотрите, какие кабинки. Маленькие, узенькие. И тут самое главное, знаете, как по-быстрому войти по-быстрому. Музыка называется. Прикольно, Вань? Боишься, не боишься? Боюсь. А что ты боишься? Вот, сейчас посмотрим на Ялту сверху. Ой, какой красивый вид открывается. Это, Ваня, как на этом. Как на чертовом колесе. Мы в прошлый раз с Оксаной не успели покататься. Здесь какой-то дом, наверное, строят, скорее всего. Чего ты боишься, Солнце? Чего? Что тебе страшно? Посмотри, какой вид на гору красивый отсюда, безумный. Обалдеть. Чего ты боишься? Ты же держишься. Сидишь в кабинке. Чего ты боишься? Вот оно, морюшко. Ну, вот кто говорит, что нечего в Крыму смотреть, что нет никаких развлечений. Канатная дорога есть. Есть дельфинарии. Можно на кораблике покататься. Можно просто покупаться. Я думаю, что, ну, конечно, нужны на все деньги. Ясное дело, что на все, на все нужны деньги. Потому что везде 200, 400, 600, 800 и так далее. Вот здесь какую-то церковь мы сейчас проезжаем мимо. Видишь, какие красивые купола? Кольщик. Накали мне купола. Накали мне купола. Ой, ты чё, Вань? Тебе в Яролашу надо снимать. Смотри, он смотри, как наверху Ромка смотрит там. Абсолютно спокойно. Сверху довольно счастливый смеется. А ты глаза делаешь. Большие. О, слушайте, знаете что? Вроде бы не настолько высоко, но начинает уже закладывать ушки, да? Ушки, ушки, ушки на макушке. Можешь Роме помахать. Он на тебя только что смотрел там. Махать боишься или на Рому смотреть боишься? Или что боишься? Что ты боишься сейчас в данный момент? Ну, видите, людей немного на канатке. Обратно она вся пустая идет. А, там наверно наверху можно будет погулять, может быть? Рома, выход на верхнюю станцию. Выше нас сейчас. А, выход на верхнюю станцию обязателен. Там гастробар и музей автомобильных искусств. Призовой тир, детская площадка, сад животных, живых тропических бабочек там. Красиво. Знаете, пока мы едем, я хочу немножко с вами поговорить. Поговорить. У меня канал лайф, лайфстайл. То есть у меня канал не о путешествиях, как рассказ о достопримечательностях каких-либо городов. А у меня канал о наших приключениях, о нашей жизни, о нашей ежедневной жизни, как проходят наши дни, что мы видим. Многим людям нравятся такие видео, потому что здесь нет какой-то такой супер познавательной информации, но есть какое-то движение, какие-то приключения. Обычная человеческая жизнь. Вот кто пишет, что в влоге там ни о чем, что вы там полезного показали или еще что-то такое. То есть это не научно-познавательный канал. Таких каналов очень-очень много. И вы их найдете на ютубе. Если вам не нравится такой жизненный формат, если вдруг кто-то еще не понял и ждет каких-то там данных, зачитанных с гугла. Потому что, соответственно, блогеры, которые там занимаются путешествиями, они тоже все точно так же какую-то информацию узнают. Но какая-то вот такая житейская повседневная информация, то есть вы должны понимать, допустим, на какие суммы вам рассчитывать, если вы едете в путешествия. То есть сколько денег, допустим, вам с собой брать, сколько там вы можете потратить. Вот сегодня, допустим, можно подвести итог. То есть сюда мы доехали за 350 рублей на такси. Далее мы пошли на пляж. На пляже от Вани я там увидела кофту, там 1000 рублей. То есть 1350. Поели в кафе 1000 рублей, то есть 2350. Прокатились на кораблике, плюс там еще 700, да? 2350, это 300 там получается, плюс еще 50 рублей. Вот сейчас прокатились здесь, еще 600 рублей. 3700. Поели мороженого. Ваня уже дважды поил мороженого. По 75 рублей. То есть 3850, плюс вода. 3900. Ну, то есть вот чтобы вот так вот назад еще вернуться, 350 рублей. То есть на день, чтобы вот так вот попутешествовать, ни в чем себе не отказывая, покататься, покушать, посидеть. 5000 закладывайте в бюджет. 5000 закладывайте. Ну, это еще без ужина, как бы еще, соответственно, ужин тоже выйдет в какую-то сумму. Можно гораздо дешевле. То есть как бы вот мы сегодня день накатались, наигрались, нагулялись. Завтра, соответственно, мы будем уже сидеть на пляже. Завтра у нас там трат практически никаких не будет, потому что у нас есть дома продукты копленные. То есть как-то, ну, вот так вот варьировать. Конечно, на большую семью там это уже сложнее. То есть, значит, соответственно, вы там уже какие-то развлечения отбросите. Но разово съездить куда-то вот так вот можно себе позволить. Вчера, допустим, мы ездили в Портенит. Тоже вход в парк около 1000 рублей. Проезд на такси 500, 1500. Там поесть кафе еще 1500. То есть, ну, 3000, да. То есть, как бы ужином там поужинать еще там 1000 рублей, 4000. То есть, все равно получается, ну, ежедневно там, ну, рассчитывать на 3-4 тысячи, это минимум с собой должно быть денег. И да, Крым это не дешево. Ну, Крым это красиво, интересно. И, ну, отпуск, он не всегда дешевый, к сожалению. Зато посмотрите, какие красивые виды. Ну, когда люди едут в отпуск, многие копят на отпуск, соответственно. Поэтому, каждый позволяет себе. Давай, ну, это у меня сиденье трещит, пластиковое, подо мной. Каждый позволяет себе ровно столько, сколько может позволить. Можно сидеть просто на пляже, никуда не ходить, ничего не покупать там. Только воду, допустим, готовить дома. Будет бюджетненько. То есть, все зависит от того, давай, ну, это у меня трещит, пластиковые здесь сидушки, и она трещит. Сейчас апогеем будет, если я встану, и сидушка треснет. Смотрите, какая божественная красота. Я не могу, я не могу. Люди говорят, что там смотреть в этом Крыму? Что? Вот такие вот, ну, что смотреть? Ну, посмотрите, прелесть. А есть еще Айпетрия гора. Ну, это мы в том году были. Вот кто не видел, недавно со мной познакомился, есть у меня видео и про Айпетрии, и про Айвазон. Ну, мы много где были. И в Балаклаве, и в Севастополе. То есть, как бы уже в Севастополь-то точно, однозначно мы не поедем. Под вопросом Долина Привидений будет экскурсия. Может быть, туда мы съездим, посмотрим. А с этой стороны. Фань, смотри, вот, видишь, смотри, у тебя пластиковое сидение. Ты сидишь легкий, а я сижу в разные стороны, кручусь, соответственно, у меня это, скрипит оно подо мной. Вон уже наверху, смотри, подъезд, мы сейчас подъедем. Ваня, мне нравится, сердце к груди. Боюсь. Ты же никогда не боялся высоты. А? Такой несчастный. А как же ты на Айпетрию? На Айпетрию с тобой точно не подняться. Там еще выше, гораздо выше. Тихо, 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 пожалуйста. Да это я верчусь, не переживай. Не переживай, здесь не очень высоко. Не очень высоко, но красиво. Всю Ялту отсюда можно рассмотреть. Ну, набережные Ялты можно рассмотреть. Кабинки такие, главное, разноцветные, красивые. Все, 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 дружочек. Вон, смотри, практически подъехали уже туда наверх. Друг ты мне или не друг, враг ты мне или не враг. Я назад не поеду. Как не поедешь? А как ты отсюда будешь убираться, если ты назад не поедешь? Тут останешься на горе жить? Вверху у нас живые бабочки империи чужих. Не удивлюсь, если это опять сейчас будет стоить денег. О, смотрите, какие кусты гортензии. Природа, конечно, что ни говори, в Крыму бесподобная. Давай поедем в лес. Ты же кричал, что ты боишься. Да что бояться-то? Что бояться-то, да. Ну, я боюсь, они держатся. Пошли, вон, как раз туда. Сад живет в тропедческих бабочках. Мама, я только теперь, помните, что есть одно место. Смотрите, смотрите, какое чудо сделали. Железное. Что? Я понял, в Крыму, что есть только здесь. Что? Куча мусора. Куча мусора. Ой, пойдемте там, смотрите, видовая смотровая площадка. Пойдемте посмотрим. И здесь-то какая красотень. Точно, смотрите, фонтан с рыбами красиво, как смотрится. А может сюда водичку можно? Водички отсюда взять. И чтобы потом пострелять. Да не, не надо, а то у рыб будет мало водички. А, это ресторан с таким видовым этим видом. С шикарным видом на набережную. Сейчас, подожди, Ваня. Дай пойду, посмотрим вниз. Сейчас она у тебя пусть с горы улетит. Смотрите, какой вид. Вообще, вид бомбический. На бабочек мы сегодня уже смотреть не будем. Потому что опять взрослые 300, детские 200. Это обалдеть. Иди, катайся. О, мам. Открытка кедом. Знаешь? Фото открытка с бабочками. У меня, в общем, на бабочек на этих. Это мама. 500 рублей еще. Я понимаю, что я хочу просто посмотреть вот отсюда на вид. И все. А, здесь это игровой павильон, где играть. Идите, давайте с горки скатитесь. Вот, покатайте здесь и поедем назад. Все. Обратно, да? А мы во... Ну, поиграйте, а мы вот посидим сейчас где-нибудь здесь. Рош, убирай руки. Улетела. А во всех руках... А тут, кстати, можно, наверное. Наверное. А здесь что такое интересное наверху? А здесь, смотрите, что сделано такое интересное. Из цепей. Скелет из каких-то машинных изделий, что ли. Не пойми из чего. Из трупов, из каких-то роботов. Слушайте, вот 8-9 лет. Нифига не соображает. Прокатиться сзади, возле скелета? Пусть тебя прокатит, да, вы? Страшно его? Лен, сколько стоят эти автоматы игровые? А 400 рублей игровые автоматы... 10 минут вообще всего? Это не твои... А, это эти виртуальные миры реальности, да? 400 рублей. Да. 10 минут. Не хотела. Все. У нас в Москве в час там 6,5 тысяч. Час 6,5 тысяч? Обалдеть. Что же за цены еще? Назад не так страшно, скажи. Да ладно тебе два отделаться. Ну, в общем-то, наверху здесь, собственно говоря, делать нечего. Вот эти бабочки... Ну, везде вот эта обдираловка. Там деньги, там деньги. Здесь какие-то автоматы для детей. 400 рублей 10 минут. То есть, как бы, ну, цены, конечно, такие. Но, что можете себе позволить, то можете. Красота? Великая сила, да? После канатной дороги решили зайти мы на Приморский пляжик, прогуляться. Раз уж мы здесь, потому что сюда мы, наверное, скорее всего, тоже уже точно не попадем. На этот раз. Ну, один раз можно. Ничего, что здесь спуск. Ваня, слезай, давай, держись. Смотри, не улети. И, смотрите, там наверху торговые точки разные, а внизу сам пляж. Всякие крокодильчики. Хотите крокодильчики поплавать? Ну, крокодильчики, платья, лодки разные. А, еще этот пистолет в один... Вот это, да, мне говорят, Лена, какое место вы выбрали? Апупеть называется. Вот это называется Апупеть пляж. Я такие не люблю. В общем, вот таким вот образом выглядит Приморский пляж. Сегодня у нас дата 20 июня. Кто говорит, что в Крыму нет людей? Слушайте, это здесь вообще что-то нереальное. Людей, ну, очень-очень много. А что меня больше поразило, что вот такая вот кроватка стоит полторы тысячи рублей аренда. Представляете, лежали там как селедки в бочке. А здесь, оказывается, еще что-то такое, типа пляж. А, это, может, при гостинице? Да, я думаю, да. Это при гостинице, скорее всего, потому что здесь людей мало. И гостиница здесь какая-то большая. Так, ну что, пойдемте искать, где нам выйти в такси. Где нам лучше его заказать? А? Сейчас посмотрим, сейчас. В общем, возвращаемся с парка. Нашли вот тоже какое-то такое уютное кафе. Правда, им требуются официанты. Пойдем. Подожди, а где у них? Там вход. Пойдем, пойдем. По макаронам. По макаронам? Ой, смотрите, какой там красивый вид. Да я не сомневаюсь. Почему чизбургер, он же с сыром? Ты же никогда с сыром не ел в жизни. Смотрите, какие столы. А вон там можно поесть? А вот эти столы для кого-то, да? Такой кафе. Зашли. Очень хорошо, что здесь есть детская площадка. Дети у нас уже здесь. А я не захожу. Дети здесь уже утоплены. Вон они. В бассейне уже. Вон. Там, кстати, здесь такие туалеты красивые. Вон справа. ВС. Такой вот. Мало того, что оно уютное, но там еще есть, смотрите, беседки такие классные. Вон какие. Можно. Но их надо резервировать заранее. Можно вот в таких беседках тоже покушать. В общем, а как называется, не знаю. Потом вам покажу. Называется оно вот так. Испаньола. Испаньола. И здесь еще, вот видите, наверху как раз таки есть и кораблик такой. То есть там тоже можно покушать. Все это при выходе из Приморской набережной. С Приморской набережной. В общем, Ваньку принесли вот такой вот шикарный большой бургер. Он у меня специализируется. Вчера ему бургер принесли. Причем вот палочка вот такой вот скрепляет, потому что бургеры какие-то огромные здесь. В Макдональдсе таких больших нет, да, Вань? Да. Вот. В общем, Ваня сказал, что он домой не вернется, пока он не поест. Упал он на пляже и ладно, пришлось пойти на уступки. Ну, а нам все несут. А у Лены прям вообще что-то вкусное такое на сковородке, да? Да, едина с овощами. Сковородка с говяжьим, с овощами. Говядина с овощами, ой, обалдеть, вкусняшки. Какая прелесть, мы тут что-то такое хорошее место выбрали. Концерт начался местный. Ну, концерт в смысле кто-то из своих, смотрите, там представление идет со скрипками, со всеми делами. Все это на берегу моря. Красота необыкновенная. В общем, у Ромы у нас фетучини с курицей, тоже очень такая красивая подача идет. А у меня фетучини с... А где у нас приборы? А у меня фетучини с семгой подали. Плюс еще тут какие-то оливки, я смотрю, добавили. Ну и от ставрида я не удержалась, потому что в прошлый раз прям пальчики оближешь. Но знаете что? Здесь не принесли воду с лимоном, чтобы можно было помыть руки. Потому что потом после вот этого, вот после этой еды. Или перчатки. Потому что руки потом будут грязные. Приятного аппетита всем, кто кушает под такую замечательную музыку. Прям вообще супер ужин. Ужин моей мечты. Да, Ванек? И у Ванька тоже ужин его мечты. В общем, что я хочу сказать, что место атмосферное, вкусненько все. Но официанты обслуживания на нуле. То есть как бы пришли, они уже недовольны, что к ним пришли. Все вот это без... Ну, в общем, сами понимаете, да, как это бывает. То есть когда тебе не радует... А, вот так сейчас, пойдем, мы знаем, сколько стоит доехать. Ну, вот на этом заканчивается наш день. Замечательный наш день в Ялте. Народу! Яблоку негде упасть, на самом деле, реально очень-очень много. Но мы держим свой путь домой. Сейчас узнаем, сколько будет стоить такси отсюда до нас добраться. Ялта! Я в шоке от движухи. Давайте посмотрим, что здесь продают интересного. Какие-то картинки, какие-то... Мы вечером вечером мы будем там под нашим окном сидеть и играть. Нет, Ванечка, я сейчас буду видео монтировать. Так что, дорогой, мы сейчас пойдем домой. Слушай, я вот такую картину где-то видела. У нас, по-моему, на даче такой поднос такой картины. Объемная, да. А где это место, интересно? Как вы думаете, это в Крыму, что ли? Мне кажется, это... Вот ласточки на гнездо. Или как он? Грух. А, Гурзуф? Ну, нужно в Гурзуф съездить. Нет, Ваня, мы такую картину... Зачем она нам нужна? Куда мы ее денем? Неужели я повезу отсюда картину, а? Картина я... Вон, смотри, кот какой. Вот кота бы я повезла в очках. А прикольный, кстати, смотри. В одном очке кто-то отображается в одном стекле. Во втором нет. Привет из Ялты. А вот он, наверное, вот этот сквер-то, Лен. Сквер, смотрите, какой. А здесь вот разные-разные тарелы. Эти часы красивые, красоты неописуемые. А сколько такие стоят? Это с этого. Это керамикарочная работа. Такие часы и вот такие магнитики по всей России. Кроме нас никто не делает. Нам на заказ заказывать только от заказа. Сколько такой стоит? По 300 рублей. Ого, 300 рублей, мама. Это керамикарочная работа, конечно. Будете брать парочку, я уже по 10 взята там. Ну, сейчас мы подумаем. А вот это вот из чего? А, это эти, это эти, как они, значки, значки, да? Да, да, да. Пока еще их тоже конкурентов где-то. Ну да, красиво. Я у вас впервые вижу. Здесь, оказывается, целая улица с картинами. Можно пройтись посмотреть, но у нас уже, к сожалению, нет времени, потому что приехала такси. И все, мы уезжаем домой. А Ваня выпросил, они не смогли удержаться вот от такой вот кошки. Сказали, вручная работа, нигде таких больше нет. Главное, такую не потерять. На это, на удачу. Во всем, как всегда, хорошего настроения, добра, позитива. Все замечательно. Пока-пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok